Городостроительный совет не принимает каких-либо решений, но может дать профессиональные консультации. Поэтому именно на совете при главе города рассматриваются серьезные проекты планировки сочинских территорий. Мэр Сочи Анатолий Пахомов призывает архитекторов работать на значимый результат. Дойти до каждого человека, решить все проблемы, которые накопились у людей. Естественно, что приоритетом будет строительство детских садов и учреждений, а также переселение людей из аварийного фонда. В связи с существенными изменениями, которые необходимо внести в устаревший генеральный план, сейчас за основу берется комплексное градостроительное развитие Сочи, дальнейшее улучшение качества городской среды. Доведение до логического завершения проекта планировки территории, в составе которых будут разработаны и утверждены красные линии, как раз и позволит уже не отступать никуда. Это часть реализации генплана, это самое, так сказать, направление такое действенное в борьбе с самостроями. На совете архитекторы рассмотрели сразу два проекта планировки районов – Адлерского и Лазаревского. Очень тщательно и подробно проработана вся территория. Здесь красные линии наложены под основу аэрофотосъемки, чтобы было понятно, к каким улицам они относятся. Работа достаточно кропотливая и непростая, но тем не менее нам удалось ее решить. Архитекторы отмечают, преобразившийся Сочи теперь нужно сделать более удобным для проживания и отдыха гостей в соответствии с разработанной концепцией развития сочинской курортной агломерации, то есть компактного скопления населенных пунктов. Проект агломерации, который сейчас так актуально везде обсуждается, он нацелен на то, чтобы создать новые условия для ведения бизнеса, для изменения качества среды и качества жизни, конечно, населения, и сделать город более привлекательным для отдыхающих. Члены градостроительного совета обсудили изменения в генеральный план города Сочи с учетом построенных олимпийских объектов, значительной корректировки транспортной схемы и создания новых пляжных территорий. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ